Во всей стране в школах проходит занятие, посвященное Крыму. Детям рассказывают об истории полуострова, о том, что изначально он был частью России, почему позже стал украинским и насколько важно его возвращение в состав России сегодня. На уроке в селе Подвязи Рязанского района побывала Елизавета Дорохина. Войдешь ты в лет и без веков, бессмертный город нашей славы, святыня русских моряков. Город-крепость, город-герой Севастополь входил в российскую историю не один раз. Но одно дело, когда события, описанные в учебниках, произошли когда-то. И совершенно другое, если история творится на твоих глазах. События последних недель запомнятся обязательно. Дети 10 класса, которые присутствовали, когда все события начались, задали вопрос. А напишут ли об этом в учебнике истории? Я говорю, да, если события будут развиваться так, как мы надеемся, как нам хотелось бы, что именно так и произойдет. И вы будете рассказывать своим детям о том, что вы были свидетелями. В состав Российской империи Крым вошел в 1783 году. Благодаря Александру Суворову, победившему турок в войне, которую так и назвали Крымская. В советские времена полуостров стал щедрим подарком, преподнесенным Хрущевым Украине. Современные события на Майдане и референдум в Крыму ознаменовали возвращение истинно русских территорий. И об этом уже рассказывают в школах. Это прошло через сердце нашего каждого человека. И обязательно через сердце ученика. Это в первую очередь. Вот такие моменты, такие события, я считаю, и воспитывают гражданина, воспитывают патриотизм, как нельзя лучше, не просто на словах, а на деле. Такие классные часы пройдут по всей стране. И даже будучи за тысячи километров, школьники могут почувствовать свою причастность к разворачивающимся событиям. Елизавета Дорохина, Валерий Чикин, Вести, Рязань.